А что-то вас не видно? Не видно вас. Алло-алло. Вас не видно. Не видно почему? Да у меня тут камера отключена. Я с телефона просто звоню. Это Вика Гаврила Речкунова. Да я знаю, знаю. Так ну как же так? Не видно. Я разговариваю, когда видно. Ну камера не настроена тут на телефоне. Не получается пока с камерой. Так дома-то у вас есть же. Ну там тоже у него что-то проблемы. Гаврил, вот некогда ему настроить. Ну не знаю. В очередь звоню. Вы просили мне перезвонить вам. Насчет сестре, наверное. Я очень прошу вас не выставлять ее видео на всеобщее обозрение в Ютуб. Потому что у нее и так сейчас состояние очень тяжелое такое. Она переживает сильно. А если она увидит себя там, то еще хуже будет, понимаете? Да вы на придумал. В ныне впадет. Вы это придумываете все. Хуже, еще хуже. То хуже некуда. Кто-то увидит, кто-то скажет. Да понятно? Да нехорошо это. Она вам просто как на исповеди открылась. Да не надо. Исповедь? Какая исповедь? Я ничего не знала. То, что она вам сказала. Да не надо. Это все открыто. Ну вот правда. Ну понимаете. Я вот ничего не знала из того, что она вот вам говорила. Ну мало что не знали. Зачем мной командовать? Это мой материал. Прям ни с чего начинайте. Гаврил сейчас был, только мы разговаривали. И он не против. И слова нет. Я все понимаю. Я все понимаю, что все. Но она же не в курсе, что вы... Да мне не надо курс. Это мой материал. Мой материал. Я дома сижу, она пришла. Зачем мной командовать? Я же не муж. Это не командует. Это просто просят так. Не так. Я не принимаю ни одной просьбы. Не принимаю. Каждый раз начинает что-то крутить. Жить надо чисто и не надо никого бояться. Какая это жизнь? Страхи. Это нехорошо. Ну, это понятно. Ну, я ничем никого не... Она же не знала, что вы будете... Да зачем знать-то? Она пришла. Ей знать не надо. Ей сказать, можно так сказать. Понимаете, она не знала. А что ей знать-то? Она пришла ко мне. Дальше разговоров нет. Это мое право. Я квартире не подсматривал. Ничего нет. Главное, что это польза для многих. Разве можно такое скрывать где-то? Миллионы людей в этом грехе живут. При живых женах несколько раз женятся. Да, главное, венчаются. Мы... Вы еще не видели. Сейчас, когда посмотрите, тогда скажете... Через три часа будет стоять ролик. Я же говорю, что она, если увидит себя там... Пусть не смотрит. Она видит. Вот я буду договориться. А то она увидит. Меня это не касается. Истина не может убить человека. Она и так... Ее убивает. Она как на исповедь к вам пришла. Да не надо, не надо. Как на исповедь? Как это не означает, что исповедь? Я не священник и не надо исповедоваться. Она не исповедоваться пришла. А вот значит, что делать? Я ей сказал. Она-то молчала. Даша, я говорил. Ну, никак нельзя. Виктория, нельзя так делать. Ну, она там подробности... Она подробности там своей жизни и мужа твоего рассказывала. Да это никакие подробности. Но она же не в курсе была, что это все будет знать весь мир. Понимаете? Понимаете, вы сейчас накручиваете весь мир. Какой мир-то? Два-три человека увидели свои... Ну, почему? Любой может открыть ваш скайп в ваш канал. Ну, откроет дальше что? Ее никто не знает. Вообще ее никто, ни один человек не знает. Ну, зачем это выдумать? Весь мир... Ну, так можно... Она сама себя знает. Я говорю, что если она увидит... Я говорю, не знаю. Она не увидит. Она не смотрит и не знает. Она не знает. Ей не до этого. Она увидит. Я что, под нее живу, что ли? Ну, нехорошо это. Вот вы вначале разговариваете, я этот разговор выставлю. У меня все выставляется. Прямо ни с чего начинать. У нас хорошие отношения. Я хорошие. Я ничего не говорю. Ей вреда нет. Просто не прошу. Это такая просьба. Это не наказ. Это неправильная просьба. Я ее отвергаю. Вы, конечно, можете и выставить, и все. Что считаете нужным, вы можете это все сделать. Это польза. У меня не два, не три. Как пишут... Тысячи людей приходят. По-человечески это... Господь говорит, думайте не то, что Божье, а что человеческое. Это одеть меня сатана. Причина одна. По-человечески, значит, от сатаны. Это Иисус Христос сказал. Надо по-божьему. Я смотрю на это. Польза есть. Огромная польза. Советуются над старшими. Почему, я говорю, ты не посоветовалась? Вы посмотрите, какой был разговор. А на что? Притом, я ей даже и совета-то никакого не даю. Я просто разбираю по Писанию, по Библии, как это выглядит. Я понимаю. Ну, так понимаете. Вы меня знаете, что... Зачем же то? Ко мне... А разве она как-то вообще спрашивала? Она ничего не спрашивала, решила все сама, ну и... Ну да, она не спрашивала. Это плохо. А если бы спрашивала, что делать, что делать, я ей сказал, я никакого совета не даю. Я просто тебя уведомляю о том, что говорит нам Господь Бог. А на суде Божьем, вы все эти наши перепеть, они даже секунды не стоят. Если впереди разверзется ад Генского огненного моря. Надо сегодня все сделать. А как я, да вот я люблю... Я тебе ничего не говорю, люби, но к церкви никакого отношения не имеют. Любите, как мусульмане, четыре жены имеете, как Соломон, тысячу имеете, но вне церкви. А вы считаете, церковные люди, христиане, какой же это пример-то, вопреки Бога? Я ей говорю, она ничего не слышит. Писание не знает. Прислушиваться не может. Я с самого начала ей говорила, что человек был женат, ты сама подумай. А, короче, сделала, как сама захотела. Ну а теперь расхлебывайте, ну что я могу сказать? Так, если бы просто женатый, венчанный. Он с той женой венчанный. И с венчанной женой это прелюбодейка, другого имени нету. Первое коринство, седьмая глава, третий стих. Читайте. Я и прочитал Писание. Ну они-то люди такие, как сказать, они поехали к батюшке, поехали к плодыке, все разрешение получили. Вот поэтому... Я не против, что она поговорила. Это ей главное, чтобы он не ушел, жил. А он уже все, на лыжах стоит. Когда она рядом, он болеет, давление падает. Я все это разобрал по полочкам. То есть он уже любыми путями, чтобы отойти, ему она не нужна уже. И держать его никак нельзя. Она его не удержит. Почему? Потому что без хвостого кобеля не удержишься, если цепь не надета. А цепь надевают только мусульмане. Ну почему? Вроде как нет. Вроде тоже ее любят. И не собирают. Да я не об этом говорю. Они любят. Рождаются дети. А написано, дети свидетели разврата родителей. Это свидетели выращивают. Дети свидетели разврата родителей. А как же им разрешили и батюшка, и владыка, и мама? Отвечать. Вопрос не ко мне. Дорогая. Вопрос не ко мне. Это к ним. Я ответил так, как повеляет Господь Бог. А вы еще выше обращаться? Какие еще органы церковные обращаться, если такое разрешение было получено? Если бы не было этого разрешения, то этого, может быть, и не состоялось. Не надо разрешения никакого. Полюбил двое. И разрешения не надо, если нормально. А разрешение там, где не дают. И начинают патриархии. 12 причин развода нашла. А Господь Христос один. Одна причина, если изменяет, прелюбодействует. Считайте, 19 глава Матфея. Все на этом. И больше ничего не надо отмечать. А она пошла спрашивать. Бога спрашивать надо. Вот вы помолились. Я перестала болеть. Я говорю, ничего не знаю про это. Я просто молюсь. Я и здоровья-то не прошу. А говорю, как тебе, Господи, угодно. Если можно, продли ему здоровье. Вы со мной рядом-то не бываете. Были бы у нас, вот семь раз в день становиться. В день тысячу поклонов. Я просто говорю, какое правило. Думать-то ни о чем не надо. Я с Богом. Я не нарушил заповедь Божию. Ей желаю только добра. Но я не могу желать ей земного добра в ущерб спасения души. Я согласна с вами. Ну вот я поэтому говорю. Начинаю тот-другой. Даже договоримся. Нет. Вот против. Я там то-другое. С работы меня уволят. Там узнают. Ничего нигде нет. Я даже не разговариваю. Уже три года и никто его не увольняет. Ну дурью маются. Почему я ничего не скрываю? Сколько получил? Какая пенсия? Сколько денег отдал за работу в деревне? Отдал. Пруды восстанавливай. Больше миллиона зарил в землю. Привезти туда-сюда бульдозер 50 тысяч. Сто метров там. Да сто метров даже нет. Щебенку привезли 232 тысячи. А пенсия 8 тысяч. Ну явно что не мое. Так на мое междевение-то сколько людей? Сегодня люди когда узнают, ахают. Это что, все на ваше междевение? Да. Да, да потому что Господь меня на это поставил. Я говорю, чего ж ты ко мне не позвонил, миленькая? Дальше разговора нет. Вреда ей никакого нет. Это все придумки. Никакого. Она и не видит, а если увидит, ее никто не знает. И даже узнает, что придут, скажут, зачем ты вышла замуж. Пусть архиерей смотрит. Да ничего нету. Главное, ничего нету. Даже об этом разговора нету. Был муж ваш, мы сейчас... Я ему сказал, я говорю, вот поговорили, у меня руки не доходят. А когда будет? Я говорю, сейчас я начинаю. Ужимаю и выставляю. Дальше разговор. Он даже ничего и не говорит. Почему? Он знает, что меня уговорить не надо. Я заранее обдумываю. Он не сказал, вот звони сама. Я сказал тогда, когда она была, разговор был, вы увидите. Я настаивал. Я тебе ничего не скажу, пока им не позвонишь. То есть вам. Чтобы вы мне позвонили. Я с вами посоветуюсь. А она, видимо, не позвонила. А раз не позвонила... А нам когда? Позавчера? Ну да. Вчера когда? Ну, позавчера. Да просто у нас были гости. А потом дети спать укладывали, уже падали с ног. Думали, уже все, вы спите. Уже поздно очень было. Ну да. А на следующее утро мы в поликлинику с детьми тоже по всем врачам-то. Ну, в общем, некогда было совершенно. Вот сегодня опять с поликлиники поехал, говорил к вам. А мы вот погуляли немножко и зашли домой. Вот решили найти время. Потому что у нас тут холодно вообще в квартире даже. Надо окна заклеивать. Некогда. Ну, окна заклеивать некогда. Это не ответ. Простите, что мы сразу не позвонили. Да нет, от этого еще нет. Такие обстоятельства сложились. Заметьте. У вас с ребенком была неприятность какая. Там, ну, выпила, что она. А мы как на руках ее несем. Мы молились и молились. Вы нам-то маленько тоже сочувствуете. У нас у матери с отцом было нас 10. Пять мальчишек, пять девчонок. И ни с одним такого не было. А виновны-то вы. Я сказал брату. Придешь домой, все бутыльки опростай, лекарства выкинь. Спаси, ребенок дороже. Раз не можете смотреть, это нельзя. Я говорю, ты подкаблучник на. А мы стараемся без лекарств. Мы такими всякими методами. Вон, всякие там лампы для кварцевания. Такие, что, ну... Девочка выздоровела, благодарите Бога. Благодарите Бога, что девочка без последствий осталась. Это непростое дело. Молодой, совершенно нежный организм. И такую беду сделать. Мы знаете, как там переживали все. Связь. Что-то связь прорывается. Я не знаю. Так, у меня все благополучно. Пришел он. Вот сегодня у меня сейчас там со скайпом большую рассылку делал. Он говорит, это новое руководство, свои правила там. Я говорю, а мы за них молимся, за интернетных хозяев, что Господь дает нам. Вот каждый день звонят. Люди приходят через наши материалы. Даже не думаешь, где. Мы не знали. Там ушли к баптистам. Вернулись к православию. Я как могу оставить? Это мой крест. На меня столько всякой лжи. 220 роликов против меня составлены. Это означает, что я сильно досадил сатане. Это большая награда готовится. Да-да. Потому что никого не... Большое дело делаете, значит. И что-то она не может успокоиться, конечно. Это на Путина, на Медведева, на патриарха Кирилла вместе взятых раз в 10 меньше нападок. А я радуюсь, что новые души приходят. А те, которые против, они потом приходят и каются. Я не знаю, что я делал. Да как же так? Мне на суд надо больше идти, а я... Ну, я говорю, наплевать да забыть. Поговорка есть такая. Я на вас ничего не имею, только молюсь, Господи. В судный день не помене им безумие. Их они ничего не знают. Вот такое образование. Понятно. Ну вот что теперь Ане посоветовать-то? Не советую. Она постоянно спрашивает. И что теперь делать? Ну уже вот так вот сложилось. Ну куда уже? Никак. У Бога не бывает так сложилось. Если Господь видеть на ложном пути, Он разворачивает назад, как Игнатий Бринчинов говорит. Начни сначала. То что, разводиться им, что ли? Я не говорил слово разводиться. Не надо было сводиться. Беззаконие не может быть утверждено Богом. Богом данный закон вечен. Господь говорит, вечен. Заповеди вечные. И не может быть, чтобы прелюбодей был в Царстве Небесном. А это что сейчас такое? Она теряет силу. Он теряет. Рядом со мной, когда на постели лежит, и теряет силу, и стоит икает. Я говорю, что же икает-то? Он лыжи навостряет от тебя. Ему легче, когда тебя рядом нет. Он прямо говорит. И что ты его держишь? Ну, вы послушайте, смотрите. Ну, как же. Только поженились, и поэтому их никак же держишь. Ну, она знает. Я сказала ей, ты не чужая нам, миленькая. Ты вот сказала, а мне какая печаль. Как сейчас пишут, он говорит. Вы найдите еще такого на меня. Когда был настоятель, там он умер, Войтович-то. Чтобы, говоря, он не принимал, я выходил, и там, где продают, тогда этой торговли-то не было на территории. Я там часами внутри ограды стоял на коленях и плакал. Вы, говорит, найдите еще, кто так переживал бы за положение в церкви. А я что сделаю? Я у Бога выпросил этот дар. За каждую душу биться. Я сделал то, что можно. И разговор наш был хороший. Вреда никому нету и не будет. Это все выдумки от сатаны. Это сатана бьется. Потому что он сводит, а дальше он не знает, что я должна делать. Что непонятно. Из того, что я прочитал места Писания. Возьмите места Писания, пойди к духовнику и прочитай. Скажи, вот эти вот так. Как же так получилось-то? И там он тебе даст ответ. Если он по слову Божию. Я ведь не оракул какой-то. Вот женщина одна с Италии пишет. Вот дети выросли неверующие. Я хочу в Россию переехать. Переезжать или нет? Я слышал в Италии, в Италии, что вам Бог отвечает. Ну, я говорю, когда ему надо отвечать? И что? Переезжать или не переезжать? Не знаю, не молился. Вот она звонит. Через неделю, через две, через три, месяц, второй, третий. Я одну отвечаю, ответа нет. И одна же только позвонила. Я сказал, ответа нет. И сразу ответ пришел. Я сразу даю ей знак. Заходи. За твой телефон платить не буду. Ответ пришел. И какой? Я говорю, записывай. Книга такая-то. Притча Соломона. Глава такая, стих такой. Записала, записала. Крупно запиши. Теперь бери этот стих и иди к своему священнику, духовнику. И все расскажи, а потом этот стих покажи. И теперь, чтобы священник хотя бы неделю помолился. Чтобы ему Бог на сердце положил дать ответ. Это его овечка, не моя. То есть, если ты умная, ты поняла из этого. Но я не даю совет. Я говорю, Бог показывает на это место. Она помолилась. Потом сообщает. Он сказал, не езди. Анна. Тоже Анна. Не езди. Я говорю, ну и все, разговор окончен. Ну как же так? Да я вот уже вещи собрала. Я говорю, разговор окончен. Зачем ты начинаешь это? Искушение какое-то? Ну ты взяла стих. Ты пошла. Это Божье. И он Божье растолковал тебе. Больше ничего не было. Моего слова ни одного там нет. Гляжу, умолкла. И видно, или обиделась, или выехала. Не лезь с ней, не лезь. Дай ей. Сейчас скажу, я тебе дам. Ну что можно сказать? Вы меня сейчас тоже пишете, да? Конечно. Поэтому я ни с кем не разговариваю, когда его не видно. В следующий раз, если не сделаете, а гласок. Это я вам льготу такую сделал. Не разговариваю. Сразу отключаясь. Хорошо. Я скажу Гаврилу, чтобы сделал. Обязательно сделал. Потому что, ну нехорошо это. Я знаю, что выставили. У меня выставлено на моем канале, мои эти ролики, 17 150 роликов. И ни одним роликом мной никто не командовал. Никогда. Одна зашла. Да это падла. Это Даниил Сысоев. Да он так. Да правильно, что его там застрелили. Я не убрал. На форуме. Стал только молиться. Она подписалась одаркой. А потом заходит уже по другим киской. Уберите это. Я дура. Что я говорил. А я сказал только. Он священномученик. Он святой. В храме застрелите. И он такой ревностный был. А какие недостатки Бог разберет. И дальше что? Так она теперь не может на меня. Она давай искать. И нашла нашу администрацию. В администрацию ресурсов. Давай звонить. Они говорят, он никогда никого не будет слушать. Если молился, ему ответ он сделает, как ест. Да я вот у нас сестра такая. Да я-то она раздодорила меня. Я не отвечаю на это. Она просит убрать то, что она говорила. Не я говорила, а она. Что она говорила и писала. Убрать. Я говорю, нет. Скажите ей, пусть успокоится. Все успокоилось. И так и стоит. Чтобы вы знали. За каждое слово отвечать придется перед Богом. Я если бы пришел вот так. Конечно. Та-та тайна там где-то. Ну и что-то как-то. Я снимать могу везде. Вы знаете, где снимать нельзя? Знаете? Нет людей? Уголовный. Уголовный кодекс. Уголовный. Триста тридцатая статья. Так, маленько подальше от микрофона. Отодвиньтесь, чтобы не... Триста тридцатая. Снимать нельзя. Закрытое заседание Государственной Думы. Объявлено, что закрытое. Второе. Таможенное пространство. Вот где вы границу пересекаете, все пространство там снимать нельзя. Пока не переедете. Третье. Военные корабли. И четвертое и пятое. Министерство электрификации, газификации. Все. В любом другом месте я буду снимать. Если там милиционер, скажет нельзя. Он вводит в заблуждение? Или не знает. Поэтому все процессы до одного выигрываются. Ну, все понятно. Да, я ничего не сделал. Сидел дома. На меня вышла. Она мне доверяет. Знает, что я зла и не сделаю. Я знаю, никакого вреда быть не может. Она ни одного плохого слова про него не сказала. Ни про священника, ни про епископа. И я ничего не сказал. Я просто показал, что Бог будет судить нас по своему слову. И мы должны его исполнять. Бог не будет судить нас как архиерея. Он в аду будет, может быть. Больше сейчас священников погибает. Златоуст, говорит. Из 10-ти 6-ти работают в аду. Минимум. Ну, да. Я сама говорю, не знаю этих всех подробностей, что она вывалит, рассказала и все. И это все записано. Заходи, смотри. Да, заходи, смотри. Я говорю, часа через 2-3 смотрите на нашем Ютубе, и вы найдете это. Первый будет ролик. Там будет такое. Как раз заголовок прям по этому. Что делать, когда обвенчают при живой бывшей жене? Я не буду стоять. Хорошо, что позвонили. И слава богу, что успокоились. Она мне сказала позвонить вам, но вы простите, что я не сразу. Ну, не сразу, сейчас позвонили. И хорошо, что перед этим муж ваш был. Он посмотрел до конца. И он увидел, что там ничего нет. Разговор идет. Притом душеспасительный. И как его не ставить-то? Это мой труд. Чтобы ей так ответить, я должен мучиться день и ночь. Конечно. Ну, он там с небольшим... Ну, можно тогда, простите. Да, он там с гостинщиком придет. Еще было, ничего нету у нас. Надежда не приехала. Она что-то посылала, говорит, тут. Она от нас отстала. А что, не приедет? Ну, должна приехать. У нее какие-то там коробушки, там что-то она наложила. Ее одну берут, а я ей надо. Я говорю, ты каждую неделю-то едут там двое-трое. И ты с ними переслала. Ну, вот по-другому как-то. По-другому пока. Мы тут двое с Володей. Он на работе. Ну, ясно. Ну, все с Богом. Пусть приезжает. Ну, хорошо, все. Так, если она вам позвонит, вы ей не звоните. Ничего ей не говорите. Не надо это. А она же... Дальше Господь будет что-то делать. Вот мы о ней молимся, ее имя произносим сейчас на каждой молитве. Хорошо. Спасибо. Она подчеркнула, когда я сказала молиться, приехала, у меня все направилось. Я говорю, ко мне-то никак не относится. Молитва наша ничего не значит. Значит, ответ на молитву Божию. Вот это значит. Мы дети Божьи. За нас Христос умер, грехи наши взял. Он нас любит. И желает, чтобы мы были святы, как Он свят. В Первом Послании говорится, рожденный от Бога не может грешить. Не может и не грешит. А вы лезете в такие дела, и она меня не слышит опять одно и то же. Она, видите, спросила у своего батюшки, у духовника, что как мне быть. Все благословили ее и замуж выходить. И теперь вот так вот получилось. Так значит, оттуда видно, что... У меня тоже был парень, семинарист, он закончил семинарию, все. Но когда я приехала к своему духовнику за благословением, что мне дальше с ним, общаться, не общаться? Он сказал, нет, это не твое, забудь, и все. Он испортится, он сейчас такой, все. Он поедет в Италию, сказал, и там он испортится, он не нужен тебе. Я столько переживала, я столько плакала. Я год не могла прийти в себя, ну как же так-то? Он же такой и хороший, и все. Нет, сказал, ну я все приняла к сведению. Нет, значит нет. Значит мне Господь, Господом было уготовано, вот Гавриил, сюда приехать. Пережила это все, этот момент. Послушалась. Значит так, такая моя жизнь, такая судьба и так. Ну, а у нее по-другому получилось. Ну, что я могу сказать? Уже этого батюшки, у которого я тогда брала благословение, он уже умер, все, нету его, он был архимандритом. Он не объяснил, почему вам нельзя было с семинаристом-то? А? Он не объяснил, почему семинариста ты должна была отвергнуть? Ну, получилось так, что, ну, мы общались, он в другом городе жил, а я в другом. Мы общались, ну, по телефону иногда встречались, когда я приезжала. Он в Почаевске семинарию закончил и там жил, в Почаеве, в городе. Вот. И получилось так, что ни с того ни с сего реже стал звонить. Ну, я ничего не поняла, что происходит. А его родители, видимо, ну, против были этого всего, потому что они меня не знали. И у них были планы с другой девушкой его свести. Мама его давно уже у нее в планах найти другую невестку. Ну, как бы по соседству. Там жила девушка, которая на врача училась. И она уже с ее мамой договорились давно, что они должны пожениться. А тут я какая-то нарисовалась, ну, что она знала, что я Богословский институт тогда училась и закончила. И она себе, видимо, это мои догадки такие, что она, наверное, не хотела, чтобы он со мной непонятно кем там связывал свою судьбу. Потому что это ее любимый сын и все. И она вообще хотела, чтобы он монахом был. Но он сказал, что я не чувствую себя монахом и я, как бы, хочу быть священником и все. Но в тот момент получилось так, что ему приглашение там, в общем, с Италии, чтобы туда он ехал учиться дальше и там служить. Ну, как бы рукополагаться и служить. Вот. И он меня спрашивает, ехать мне туда, Виталию? Алло, вы слышите меня, да? Да, слышу. Да-да. Слышу, да. Ехать мне туда или нет? Я вообще не хочу уже учиться. Я бы уже женился на приход и все. По спокойную, спокойную жизнь хочу. Ну, вот мама, родители мои хотят, чтобы я вот туда ехал и все. А я говорю, что, ну, ты знаешь, я не могу за тебя решать. Ну, это такое дается, ну, говорю, раз в жизни может быть такой шанс, ну, увидеть и мир, и все. И ты же, ну, ничего такого плохого не сделаешь, если поедешь, посмотришь там, что. Ну, говоря это, я понимала, что если он туда поедет, то все, нашим отношениям и всему конец. Ну, все равно, как бы, как Господу угодно. Я не в том плане, как для себя мне было бы лучше, так бы я и поступала. Хорошо, Лизочка, иди туда, к папе. Вот. И получилось так, что он поехал. А, и все, меньше и меньше, ну, мы созванивались. Реже, реже. И я что-то не понимала, ну, что происходит. Вроде все нормально было. И тут он едет в эту Италию, говорит, хорошо, я поеду. И в тот момент, ну, мне тяжело было и на душе, и что мне делать. Поехала я туда, в Почаевскую эту лавру, с ним встретились. Он говорит, ну, я бы рад здесь остаться, но вот уже столько, говорит, людей подняли, чтобы я туда поехала. И все, что я уже вот не могу наперекор родителям сказать, и маме своей, и всем, что я вот хочу тут остаться, и никаких Италий, и ничего не хочу. И говорит, что получилось, ну, что надо ехать, в общем, и дальше учиться. Я говорю, ну, это твой выбор, выбирай. Ну, а что между нами, как все? Ну, как, ну, я говорю, ну, так получилось, что ждать или не ждать. Ну, такие были вопросы там. Говорит, я пойду к батюшке, там у нас тоже есть духовнику. Но в тот момент этот духовник его заболел, и он к нему не попал. А попал к другому батюшке, тоже там, он, иеромонаху, чтобы, ну, посоветоваться, как быть, со мной-то. Потому что он, может быть, и не на год, и не на два, а на больше туда бы поехал. Вот. И батюшка этот сказал, что ты девушке голову не заморачивай, а, в общем, либо женись, либо, ну, так нельзя. Ни то, ни сё, а она будет ждать тебя. Может быть, у неё бы там кто-то, ну, другой бы появился, а ты будешь её, как бы, держать. И ни то, ни сё не скажешь. Может, ты монахом будешь вообще. Ну, в итоге мы расстались. Ну, как расстались? Пока так, не понять как. Он сказал, что если Господу угодно будет, то мы будем вместе и через год, и через пять, и через семь, когда я там приеду, когда я там решу, может быть, жениться или не жениться. Ну, знаете, мне такой расклад не сильно подходил, потому что, ну, как это? Либо да, либо нет. Что-то такое непонятное, и я так, ну, я так жить не собиралась. Вот. Всё. И поехала к своему духовнику, и говорю, что мне делать? Вот такой вот был разговор, и что мне, что в этом случае? А он говорит, он поедет в Италию, и там, ну, как бы, вот это он какой сейчас чистый, вот такой он. Он в плане испортится, ну, может быть, возгордится, или что он имел в виду, я не знаю. Что говорит, нет, это не твоя судьба, не нужен он тебе, забудь его, и всё. Я говорю, ну, как так-то, ну, как, ну, ну, не могла, как бы, в себе вместить в голове, как же так, что всё же хорошо, вот было всё, и так ни с того, ни с сего. Всё равно привязалась, всё равно, тем более я его не искала, он меня нашёл, и, ну, он добивался, и так дальше. Вот, и вот так вот батюшка сказал, да, я долго плакала, долго не могла, как бы, прийти в себя, и год мучилась, пока не вошла, ушла в работу вся, вся с головой вошла, ушла в работу, и всё. И потом, он всё равно мне даже с Италии звонил, писал, я говорю, ну, зачем это всё, всё равно, ну, тяжело же, как это всё пережить, и ещё напоминает о себе время от времени. Вот, видно было, что оттуда звонки были, и на телефон, и так писал, вот, и потом появился Гаврил, мы стали с ним общаться, всё, и он приехал с Италии, и я через знакомых узнаю, что вот он, нашей моей знакомой подруге, звонит и говорит, что, а как там Вика? Сначала ей позвонил, а потом мне. Как там Виктория? Как она поживает? Я вот приехал уже с Италии, вот, хочу к ней, в общем, не знаю, что там он хотел, жениться или что. Она говорит, а ну, замуж выходит уже. Как замуж? Как выходит? Ну, ты вот так, что? Ну, это прошло, я не знаю, года три, ну, от того момента, что, ну, мы расстались, как бы всё. Ну, вот он звонит мне, и что же, и как же. А я говорю, всё, замуж выхожу. Ну, он очень сильно расстроился, там, потом мне эта знакомая рассказывала, и плакал, и всё, что потерял меня, всё. И до сих пор себе грызёт локти, что вот так вот он поступил, а надо было по-другому. Ну, значит, так, значит, нам не суждено было быть вместе, всё. Сейчас он Виталий, у него жена есть, двое детей, всё. Ну, я так понимаю, что до сих пор он как бы жалеет, что так поступил в тот момент. Ну, да. Ну, ну, так, ну, так, значит, ну, это его была судьба, это он, он сам распорядился, как хотел, ну, а кто виноват-то? Да. Понятно. Пока друг друга-то не знали, так. Вот есть такой рассказ, на кладбище мужик идёт, там, между крестами, смотрит, там, один стоит на коленях и плачет так. Нет, ты не должен был умирать. Ой, да как же так, тебе бы ещё жить, да жить. А тот постоял и говорит, что? Отец умер? Говорит, да нет, первый муж моей жены. Вот. Вот, вот. Так же, так же, вот тоже, такие же дела. Ну, она жила на Украине, а он в Италии, потому что там не было места. Сейчас не знаю, как там, или вместе живут с детьми, или нет, но несколько лет было так, что он там жил, служил, там, при храме, в храме. А она жила на Украине, и она там беременная жена, и говорит, а что ты домой-то не едешь? А он говорит, я не хочу. Это мама моя меня женила на ней, считай, сама пусть с ней, там, ходит, ухаживает за ней, и что хочет с ней, то и делает. С мамой, то есть на свою маму. Она хотела, пусть она с ней, говорит, и будет. А я буду тут сидеть, один. Вот так вот. Вот так. И мучилась бы с таким человеком. Судьбу сломала сыну, получается, или как? Ну, да. Жить-то ему. А она может давать совет. И дать объяснение. Да. Ну, он настолько маму свою и любил, и уважал, и, ну, как бы, ну, всё, слушался её во всём, вот к чему это и привело. Да. И сколько вот уже через знакомую подругу я узнаю, что он ей без конца, говорит, название во мне, писал, что, ну, а как там Вика, ну, как она поживает. Она говорит, да успокойся, ты уже, у неё уже двое детей, у неё нормально всё. Чего ты хочешь? То есть ты уже священник. Что ты не можешь успокоиться? Вроде сейчас уже он её не беспокоит, потому что она сменила там имя, фамилию, там, и он не знает, куда писать, чтобы узнать, как у меня дела. А ему, видно, стыдно написать мне, потому что, ну, как же, тут же говорил, если, может, ему сказать, там, как же. А сколько лет он, как сейчас? Ты чего сюда лезешь? Ему сколько лет сейчас? А? Ему сколько лет? Этому. Ему 33. А когда рука положили? Сколько было? Ну, пару лет назад, я не знаю, сколько. Ну, если уже дети есть, то ясно дело, что больше трёх лет. Наверное. А канон, Шестой Вселенский Собор, 14-15 правило, категорически запрещает рукополагать до 30 лет. А если до 30 лет рукоположили, его нужно немедленно разжаловать. По-моему, в 30. Ну, в 30 тогда, откуда что, дети там, дети у него. Ну, а, он дьяконом был, а, ну да. Дьяконом, я говорю о священии, пресс-фитер называется. Ну, двое детей. Ну, вот двое детей. Ясное дело, что они на это не смотрят. Он на год старший. Беззаконничают архивеи. Ну, вот сейчас вот так вот. Я, правда, сейчас не знаю, как и что, но вот я вам свою историю рассказала о жизни. Но я послушала своего духовника. Значит, ему виднее. Он прожил жизнь, и он... Ну, ладно. Ну, что говорить? А твой-то муж-то знает про твою историю? Знает. А? Он знал с самого начала, конечно, знал. Вот, и ты меня ни разу не пришла и не спросила. А вот какой-то совет может дать. Я кое-что-то знаю. Ну, а вот, видишь, вы никогда не нуждаетесь. А когда уже явно приспичило, разваливается, тогда начинаете, что делать? Я ей ответил, говорю, когда человек вывалился с сотого этажа, 50-ый, пролетает вниз и говорит, а что теперь делать? Через год я к этому духовнику пришла с Гавриилом, когда он приехал на Украину. Он говорит, вот, куда иголка, туда и нитка. Мы даже не спрашивали, что мы там жениться хотим или что. Просто мы начали общение, он приехал в свой отпуск. Он говорит, все? Вот так вот. Ладно. Честно, я не знала, где этот Барнаул и где Алтайский край, это же очень далеко. Ну, знала, что такое есть, а вот, что я там жить буду, вообще не знала. Вот, видишь, я не случайно это сказал. Вы как-нибудь двое пришли бы хоть один раз и сказали бы, что-то у нас, может, не так идет? А почему? Вот это почему-то надо вовремя задавать. Да? Да. Согласна. Прежде чем строить свою жизнь, надо благословение. Я не отвечаю никак, только покажу по Писанию. Жена да боится мужа. Дальше. Муж глава жены. А учить жене не позволяю. Не властвовать над мужем, но быть безмолвии. Вот это вот возьми за руководство. Я не конкретно к вам говорю только, но ко всем. Я это понимаю все. Это так. Я понимаю. Учить не позволяю. Вот сегодняшний момент я ему названивала, потому что дети замерзли. И мы на площадке там сидим, замерзли все. И я ее не могу. Она тяжелая настолько, младшая. Она в автокресле. Что я поднять ее не могу, переть до дома далеко. И поэтому я звонила ему. Вы не думаете, что я там руковожу Гаврилом? Гаврила, мне руководишь. Это вот глава семьи, да. Да, он скажет, что будь внимательна, не нарушить. Вот наши родители. У нас 10 детей было у родителей. И они вдвоем полкласса не кончили, в школу не ходили. Но они так понимали о воспитании детей. Отец пасет коров. И мать скажет, а что? Сейчас тебя уже трудно вспомнить. То ли в огороде прополоть надо, а это полгектара. А надо пройти туда-сюда рядок картошки. И она говорит, если мы что-то там другое делали, а это не сделали. Она говорит, отец-то придет, еще он скажет. Вот это что он скажет? А говорили не что, а что? По-сибирски. Я по сей день не знаю, но он может сказать, а почему не сделали? Это казалось невыносимо какая-то, ну, что-то нехорошее такое. И поэтому, что отец скажет, вот осталось как сакральная фраза. Мы боялись, чтобы сделать не так или не сделать так, как отец сказал. И при детях у нас, мы ни разу не слышали, вот такой бедности жили, чтобы отец с матерью ругали власти. Ни разу. И чтобы она, отец что-то придет и бывает недовольный, скажет, ты расставила тут чугуны. А пожжется ребенок, то он смотрел за этим. А мать, ну, много чугунов-то. Как только он за дверь вышел, мать сразу прекращает, и мы никогда не слышали, чтобы она поза глаза говорила что-то. Вот тоже, как их, кто учил? Их спрашивают, а как вы детей воспитывали? А кто их воспитывал? Они росли и росли. А мы видели, они день и ночь работают. Наша мать работала как-то, как это? Христа, в день три раза подает двенадцать коров. Вручную. Двенадцать, это получается тридцать шесть. А потом вечером идет она на ток. Ток это, ну, твердая земля такая, пшеница. Ее надо прокрутить клеветонно, такая машина была, механически, руками. Там только вдвоем крутят. И уже луна, звезды, и они на ворох пшеницы упадут, женщины. Это сон какой-то, не раздеваясь, ничего. А первая встанет, смотрит там Орион, звезды Орион. И они маленечко так бы как к югу подвинулись. Они, скажут, звали Кичиги. Кичиги уже там, надо идти, коров доит. В четыре часа надо начинать доить коров. Так дома отец инвалид, без руки. Надо приготовить своя корова. Пчелы где-то двадцать пять колодок. Десять ребятишек. Мы мать спящей никогда не видели. Вот так. Ну все тогда. А. Алло, алло. Ну все на этом. Что-то плохо слышно. Ну давай расставаться. Расставаться будем. Да, ну все, спаси Господь. Слава Христу. Значит, к утру наш разговор будет стоять. Ну, тоже, наш тоже разговор, да? Обязательно. Хороший разговор был. Ты открытая, молодец. Ты мне нравишься. Может, хоть наш не надо? Нет, без скайпа, без изображения, без ничего. Ну, это я сделал исключение для вас, потому что, ну, слишком знакомые. А так бы я разговаривать не в следующий раз, чтобы обязательно глазок был. Веб-камеру настройте. С Богом, дорогая. Хорошо, спаси Господи. С Богом, дорогая.